А в районах республики отбирают претенденток на участие в более масштабном конкурсе «Чуваш Пики». В этом году он пройдет уже в шестой раз. За главный приз посоревнуются более 20 красавиц. Все они были признаны победителями районных этапов. Цивильский район делегирует. В столицу Чуваши сразу двух участниц. Они прошли жесточайший отбор. Члены жюри оценивали не только внешние данные. Девушкам прямо на сцене устроили настоящий экзамен. Проверяли, насколько хорошо они знают историю республики. Чувашский язык. Портрет цивильской красавицы. Обаятельная, артистичная, умная, да еще и с отличным чувством юмора. Этим данным соответствует и наша коллега-редактор национального радио Регина Тимофеева. На конкурсе в Цивильске ей удалось добиться звания вице-мисс. Но, несмотря на это, вместе с признанной мисс, она вышла в финал республиканского конкурса. Регина признается, что до конца не верила в победу. Конкуренция серьезная. На корону претендовала. Десять девушек. Видимо, помогла поддержка зала. Поболеть за нее приехали многие односельчане. Очень приятно было видеть в зале знакомые лица. Конечно же, очень было приятно, что приехало практически очень много знакомых, очень много людей, односельчан. Практически все активное население деревни приехало нас поддержать. Меня и мою другую девушку, подружку, мою Марину, которая тоже с моей деревни. Поэтому было очень приятно, потому что ответная оценка зрителей, она очень важна. В кулинарном поединке нам повезло. Потому что мы вышли, не как обычно все, почти все конкурсантки вышли с хуплу, народным блюдом, хуплу. А мы вышли с шортаном. Ну, и при том еще вышли акапельные, спели песню. Поэтому, наверное, и еще с блинами масленичными, как раз масленица надвигалась. Это, наверное, и помогло, большую роль сыграло. Потом творческий конкурс тоже достойно прошел. Сейчас, несмотря на плотный рабочий график, она готовится к финальному этапу. Говорит, что и здесь будет думать только об одном – преданных слушателях. Жители республики ее голос уже полюбили. В эфире Национального радио Регина Тимофеева ведет ежедневные новости.